добрый день с вами диджей котик а эта игра жизнь и страдания мистера брандта мы остановились а после первой главы началась она только к началу 2 головы ну давайте продолжим и посмотрим во второе отрочество и прожил на свете уже восемь лет чем ты старше и сложнее становится жизнь в детстве были только дом родные теперь тумир растет это еще и окон сны и дворы соседские дома улице древнего города они зодки с каждым годом все тяжелее нависает мыться какое же место в вашем мире займешь ты не дали кто-то еще блаженном арктийской империи задается такими вопросами выбирать него власти людей их призначение определяется тем от кого они родились но странное происхождение дает тебе выбор отец дворянин с которого стоит брать пример в делах долгой чести мать простолюдинка измещана образе смирение и терпение а в небе днем и ночью горит полоса сияющая столпа не давая забыть о духовной стезе на твоей спине следы от плети но согласен ли ты всю жизнь принять отдел простого сословия трудиться или страдать ты готов продолжить дело отца и деда добиться дворянства мантии на службе империи ближе ли тебе слова близнецов и духовное ставление людей ответ лежит там в большом и страшном мире что ждет тебя за поворотами дома продолжить события семей бранд которые могут произвести в этой главе тайна глории ты узнаешь о тайна сообщества которым состоит горе ухты позор стефана ты раскрываешь запретную связь своего старшего брата стефана брандта река крови ты становишься частью реки крови рода брат и навеки свяжешь свою душу с предками семьи твой младший брат на там брандт и получает у тебя духовное наставление о отличной жизни могут быть да ты испытаешь трепет первых чувств фу секас ты испытаешь откровение священного белого древа ты спасаешь соседскую девочку софи от малой смерти а у меня духовность мало карта империи так мы ходим сегодня там да на ваню за че а 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 в и и и и и и и Продолжение следует... 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 запрет на любовь это событие вызвано твоим предыдущими поступками еще один день школе окончен ты петляешь по улицам квартала не торопясь возвращаться домой двигаются сумерки ты проходишь мимо роскошного особняка графа эль веласку одного из богатейших землевладейцев магови из закованной ограды до тебя доносится знакомый голос это же стефан следом раздается тихий девичий смех ты заглядываешь за градус от этой впрямь твой старший брат задет и будто собрался на прием к императору он помогает выбраться из окна не ты миловидной особи юная госпожа бросается шею твоему брату это мария эль веласку графская дочь ведь всему городу известно что она уже обращена с молодым аристократов из куда более знакного рода мария я думал что лишь помогу вам спуститься с вашей небесной обители на землю но касаясь вас я сам поднимаюсь на небеса стефан подхватывает дочь графа на руки то едва слышно смеется и целуют его щеку в ответ он берет ее подбородок и поворачивает к себе и губы сливаются по целую и сидишь за ними смятение стефан ставит под удар всех брантах такие выходки с дочерью влиятельного графа могут дорого стоить ваша семья и это после речи брата о доблести о воспитании о достоинстве рода но стефан сияет от радости твой старший брат счастлив ты действительно действительно счастлив и никогда его таки не видел тихоан так нежно обнимает дочь графа как будто боится ее сломать и мария разделять его чувства вправе ли ты забирать у них тайное счастье гореть с братом нужно на день эти терпеливо дожидаешься в дворе пока он не вернется со своих вечерних похождения увидев тебя в росте фан сдрагивает от неожиданности что ты так поздно тут делаешь все хочешь что-то мне сказать ты признаешься стефану что видел его сегодня в саду и ласку с дочерью графа хоть этот тайной связи угрожает объяснение ты рад за брата ты понимаешь чувства которые он горит свои возлюбленные они стоят то что вы рисковать стефан может рассчитывать на твою помощь вместе вы сможете сохранить питание стефан спира спихивать ярости он твои слова поддержки успокаивать его ну ты соблюдать и соблюдать и соблюдать 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 да таймблит растешь ну и слов ничего тебя не спрячешь но ты прав это дело рискованное твоя помощь от придется кстати хоть ты пока я не дворяне надеюсь на твое слово можно положиться теперь ты иногда выручаешь стефану и марии когда ему же скрыться посторонний глаз один раз даже пришлось отлечь на себя слуг и ласку которые устроили за собой настоящую погоню по всему кварталу то ушел не пойман старший брат насладился еще не вечером со своей избранницей оба они знают что не их тайна любви сочтены как ваши вылазки скажется на положение семи будь как будет решили вас брата любовь и молодость того стоит 5 дальше поэтому так секундочку тайна еще горе лично нужно да так вы с томасом говорились или договорились что сегодня следует у улицы замкова кварт квартала вы забредаете далеко доходите до старых крепостных стен анизотти они уже давно не нужны городу и теперь я ни с кем не ведет войн с тех пор как близнецы спустились на землю и помазали династию темпельцев на престол империя распространилась от моря до моря вместе с имперской властью во всей стране на многие поколения воцарился мир и покой вы с восхищением рассматривать древние следы копоти на стену бывшей крепости горяч во время восстания герцога чара мела нида маги порождали сгустки огня прямо в руках мятежный герцог сражался против императора церкви близнецов но теперь от его восстания остались только опаленные руины выживанные пустоши по всей мадре двумя с другом вы изучаете стены неоживленности чиня эти что здесь творилось во время восстания неожиданно давалось доносятся чей-то приглушенный голос он идет будто из-под земли под стеной вы находите ответственность откуда идут эти звуки заглядывайте вниз в мраке пола бы валившегося подземного зала собралось несколько юношей и девушек все они чуть старше вас выглядит небогато одеты в простые платья и рубашки один из парней взгромодился на выпавший кусок стены он декламирует стихотворение в нем меняется рассказывает в случае как дворнин упал в лужу запутавшись в роскошном плаще все добыть не помогла выбраться из нее парень заканчивает нарочито глубоко кланяется ему хлопот кто-то смеется следующий на край сбирается какая-то девица из-за полумрака ты не можешь сбить лицо но это голос узнаешь везде это же Глория встань начинает свое стихотворение ах Глория не забывай что твое место вот когда ты мать сестра невеста с уколным фарту ко мне затыкают рот честный возмущается народ куда ты рвешься проводил забыла не поднимаем глаза будто добрый милый вот кухня семеро детей огород ах право боя ты червленый плод и наклоняющий чтобы лучше прослышать вещи стрельну тут из под твоих ног вниз подземный зал начинает сыпаться песок и камни Глория скидывает голову ваши взгляды пересекаются Томас оттаскивает тебя от отверстия Томас ничего себе стихичное сколько не о дворянах а Глория не думал что твоя сестра так умеет но вот наткнется на них кто-то постарше нас и не добровать за скорбение дворян могут высечь так что две недели не станешь изучение стихов простолюдинов тоже никто не похвалит скажи сестре пусть будет осторожнее да и нам с тобой нужно держаться подальше от этой компании ты киваешь горе и правда в опасном положении но ты знаешь наш сестры сказать и об этом будет непросто вы с вы уходите из рынка ваша почтительница по замку кварталу закончена где я успел подружиться не помню за ужином растрепанная Глория не поднимает на тебя глаза стыдно ей или страшно тебе тоже раздирают чувства участвовать в поэтическом сборище опасен для сестры но как еще горе поражать себя когда не незаконнорожденное отрезаны любые другие пути может закончиться все расходятся из-за стола ты стоишься на 10 строй что ты и скажешь поддержку конечно лая поднимает на тебе глаза ты под под видео сестре и обещая что не выдашь ее тайны хвалишь ее стихи которые тебе голос услышать признаешься что они тебя тронули Глория расплывается в довольной улыбке и так рада братишка я боялась что начнешь меня отговаривать от этих встреч при помощь него дело прямо как матушка я очень рад что ты не такой а эти сияемные друзья не будем писать стихи то что нам остается каждый день видим свою межность нашего ухода так мы можем хотя бы над ней смеяться ты серьезней и говоришь что им нужно скрываться более тщательно это тайное увлечение может плохо закончится для сестры лучше боль будет время менять места собраний ты называешь сестре другие заброшенные места по соседству где их никто не будет искать а если сестра будет в опасности ты обязательно придумаешь какую-нибудь уловку и приколешь ее горе кивает и звучит целую тебя в щеку сосед по улице ты растешь с каждым годом семья требует от тебя все больше нанятые отцом учителя не дают тебе выдохнуть твоя жизнь сейчас усердная учеба на благо твоего будущего и всего рода брата след за тобой растет и младший брат Натан с ним теперь уже есть о чем поболтать ты никогда не отказываешь брату в просьбе поиграть когда находишь время между изнурительными уроками в тот дождливый день родители уехали на прием оставить тебя приглядывать за младшим ты засиделся за книгами гостиной и Натан ушел прыгать по ручьям в одиночестве и вот брат зовет тебя снаружи он стоит на крыльце весь газиферный чат ты выходишь брат продолжает реветь там там был мальчик он толкнул меня в канаву и облазал разодетым дураком я сказал что позову брата он все еще там наказал всего Натан указывает на покосившийся деревянный дом ниже путь стану начинает со жилищем мещан из тех кто победнее у порога торчат двое мальчиков оба явно из простого сословия хоть и не бедняки один ростом чуть ниже на такой же смешно насупленный второй постарше выглядит твоим ровесником выше шире тебя в плечах тоже слыхал его имя во дворе томас вот чем это был он указав на младших из мальчиков Натан прячется той спиной томас ухмыляется и закатывает рукава обнажая широкие предплечья судя по всему он уже давно помогает в доме с тяжелой работой слушайте богатеи нам ваше общество даром не завозь никто не смеет называет наш дом вонючим крысятником каналы купания в ней твой мелкий заслужил все еще раз оденется поскромнее и не полезет к тем кто может грязь его кинуть так данным следа отзываться на насмешку лучше всего отвечать на смешкой на скидывать братов канала было чересчур томас держится уверенно он не видит тебе угрозы тоже почти готов стать стойку тут за руках начинает тут тянуть это на там виновник происходящего не помню но не помню и 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 Продолжение следует... 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 на них пути поднимается земли сов все ее мать тоже скрыть и отчаянно зовет дочь ты замираешь в ужасе неужели садники не видят ее они остановятся или пронесутся прямо по ней еще поравновение эту чудесную девочку снесут просто председает конечно заснули ты бросаешься на дорогу и машешь руками что есть сил то под копыт оглушается не так близко что все тонет в пули на миг они два замедляют бег перед твоей маленькой фигурой этого мгновения софия хватает чтобы выскочить на обочину садники пришпоривают коней ловение скопы сбивает и прокатывается по тебе кости хрустят и дробится превращается в крошку невносимый гул разрывает уши задает ритм каждому новому всплеску боли все твое нутро перемешивается в кашу последнее что ты будешь звук лопающегося черепа первая смерть боль в которой ты падаешь принимать я мягкой переной легко свободны никакой скованности только свет окут у тебя своими объятиями теплонежно тебя несет волны они ласково касается вылакивает то что раньше было твое тело не похоже ни на что абсолютно полное чувство представление чем-то большим причине всего причине тебя что такое файлы Идите в то время еще не настало, тебе пора вернуться в мир. Это я тоже слышал. Идите в то время. Идите в то время. А вместе с ним боль, страдания, наслаждения. Неприятный влажный запах. Идите в твоей жизни не для того, чтобы разбраться этим бесценным даром. Мы бы наказали тебя, если бы это уже не сделали сами близнецы. Ты дрожишь и делаешь шаги с трудом, снова привыкая к своему телу. Оно не буквально гладко, свежее, даже исчезли недавние царапины и шрамы. Только на левой руке добавилась черная полоса, отметина от малой смерти под копытами лошадей. Помни, что милостью близнецов всем отведен свой срок на этой земле. Если человек умирает раньше, незначительный срок, это будет лишь малая смерть. Три раза каждый может испытать судьбу. Только четвертая смерть станет последней для любого. Утратить одну из здоровых тебе жизни, это тяжелый удар. Но боги ведут нам. Не оскорбеть об этом. Видишь, и тело твоё переродилось заново. Даже светов от этого ужасного случая не осталось. Не о чем скорбеться. Лучше возблагодарить богов за их справедливость. Помалки о том, что с тобой случилось, и даже не думать дальше играть. Рядом с ростовой. Если не хочешь, значит срока покинем наш мир. На следующий день ты с опаской уходишь во двор. Тебя окружаются сельские дети. Все не видели, как тебя растатывали корни. И теперь на перебой спрашивают, каково это умереть. А когда едут расспросы, тебя спасает Томас. Сон расталкивает. Собравшись, обнимает тебя и хлопает по спине. Но ты даешь, дружище. Не пожалел целой жизни, чтобы девочка успела отскочить. А вот и сама Софья. Она смущена стыдник и подорка не решаясь подойти к тебе. Затем она все же набирается храбрости, делает тебе шаг и начинает быстро говорить. Все, но зачем ты бросился на коней? Разве одна моя жизнь дороже твоей? Ты не должен был за этого умирать. Это все, эти усадники виноваты. Вот заслужить смерти они. Вот Софья срывается. Она вдруг замолкает и убегает в свой твор. Тебе стоит столько проводить ее взглядом. Издали видны только золотистые отбыски солнца в ее тугих косах. За секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 после страшного случая с конями софи куда пристязает рассказами подружек родители для девочки услужение каком-то богатому дворянскому роду вот так и не видели друг друга с того самого дня но глаза софи которых сияет солнце резались память надолго жизнь неумолимо продолжает свой ход тебе 10 лет благодаря урокам ты все больше знаешь о месте где живешь город анизотий древний город имперской провинции мадора расположен посреди лыжной пустоши земля магрой давным-давно была испеплена заклятиями еще время восстания герцога чара меланида с тех пор искусство магии почти пропало но опалена колготским огнем почвы все еще также бесплодна до сих пор после провинции с трудом проживают все растения дуют злые ветра под перемена налетает то жара то холод плодородную землю приходится перевозить сюда бесконечными обозами а чтобы было чем расплачиваться за пищу и чернозем города магры вынуждены были обвести промыслами главным образом шахтами и карьерами они добывают металл и камень площадью в карьере за городом раздался грохот и полился густой дым сперва это напугало горожану грохот стал повторяется каждый день со временем все к нему привыкли отец рассказал тебе что это работники шахт использовала изобретение пороха все помощь можно быстрее добраться до глубокого до глубоко залегающих пород однажды город сотрясается оглушительный взрыв на дома опускается черный дым а облако черного дыма из домов никто не выходит все сидят за плотно закрытыми ставни дышать невозможно но там то и дело заходится кашля вы сговоре терпите иногда укаткой по кашле в руках вижу матушка не услышала а то заставить дышать на тайными отварами как патана спустя пару дней дым рассеять и снова можно выбраться на улицу повидать друзей но сумму не терпится рассказать что узнает о случившемся знаешь сколько обгоревших людей городской храм принесли не мать рассказала слуха ходит много кто-то говорит о пробудившейся чудовище кто-то утверждает что всему 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 виной уцелевший маги чья проклятая сила до сих пор угрожает порядку империи но ты терпеливо дожидаешься когда дом появится отец чтобы распростить его об этом бедстве отец же день и ночь пропадает на службы в префектуре матушка целыми днями молится спустя неделю отец наконец-то приходит домой он страшно вымотан за ужином ты осторожно спрашиваешь что случилось с городом отец поднимает у старше посеревшее лицо и начинает вещать будто сквозь тебя шахты за городом пытаясь забраться до руды случился взрыв шахта обрушилась и из нее повалил этот черный лим погибло много работников а все из-за того что владеешь шахтой граф Галатского поторопился с началом добычи некоторые из погибших так и не возродились видно настал срок отведенный им близнецами префектура завалена жаловами семей потерявших кормильцев все просят помощи у судей а еще из-за дыма у многих граждан погиб томашний скот привет Стефана за обедом отец строго наказывает тебе вечером быть дома и приготовиться к встрече гостей сегодня к ужину из пансиона вернется твой старший брат Стефан он прибудет вместе с дедом грекодом бранты и одним из благородных друзей вашей семьи приезд Стефана волнует тебя ты уже несколько лет не видел старшего брата как он изменился вдали от дома ты с нетерпением ждешь гостей вместе с отцом зенит колокольчик на пороге трое первый заходит конечно же дед он не изменился с последнего деда все также призывительно глядывает дом в поисках чему подбираться след за дедом входит статный юноша в шитом серебряном конзоле ты да узнаешь в нем брата Стефан скользит взглядом по твоему поношенному платью и грязным ногтям он смехается последний гость обходительный господин с встал лицом и цепки взглядом о нем ты много слышал от отца и деда это баран агюстин эльбурн дядя Стефана и друг вашей семьи а еще он начальник его отца верховный судья провинции префект господин эльбурн с легкой улыбкой протягивает тебе руку это полагаю ваш средний сын Сема у вас глаза отца молодой человек отец легко кланяется деду эльбурну когда доходит через Стефана провисает молчание отец делает неловкое движение к твоему брату желаю обнять Стефан его по сетям смотрит на деда тот едва заметно качает головы но реально не пристала проявлять свои чувства друг другу прилюдно отец даже после долгой разлуки вместе объятий Стефан сдержанно кланяется отец с искренним лицом отвечает ему тем же вы проходите в гостиной эльбурн идет первым он целует руки матушки и горе трепет по волосам прячущего склонатого дед мрачно кивает в сторону женщин приветствую вас Лидия Брант и вы были добры ко мне когда я был ребенком а ты должен быть на танк когда мы последний раз видели ты еще едва ходил с горе ты брат вовсе не здоровается вычина проходите в столовую рассаживайтесь запах блюд восхитительный но он лишь оттеняет нетущее напряжение за столом только с лица эльбурна не сходит дружелюбная улыбка Лидия стол выглядит восхитительно вы сами подбирали блюдо к ужину у вас утонченный вкус я рад что в первые годы жизни Стефан провел с вами женское тепло полезное ребенку любого происхождения моему внуку гораздо полезнее было находиться в пансионе среди равных себе полно вам Грегор семейное воспитание не менее важно материнское тепло не заменить моя покойная сестра к сожалению не смогла подарить его Стефан разве плохо что Стефан был внутри семьи окруженной любовью криворукая требья все здравеет от неожиданности дед Магретти Ярцы смотрит на служанку с кувшином в руках по новому консолу Стефан расползается обширное пятно от вина пошла прочь с глаз прибежный дядь не улучшись за этим столом полно черни который может подать на напитки и влюдах Стефан через стол в упор смотрит на сидящего ряда с тобой Глори она свеживается под его взглядом отец хмурится матушка подносит дрожащие руки губа дед усмехает Стефан несет свой глаз в горе молча не затягивается боя остается со своего стола если так угодно господам Бранте Бранта брант Бранта Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...